Здравствуйте! Мы находимся в городе Тольятти, на улице Тополиной, в магазине Байк-центр, цокольный этаж. Сейчас мы пройдемся по отделу и посмотрим, какие модели здесь представлены. Расскажите, что за модель представлена. Модель Honda VT1300, новая модель, пришла на смену Honda VTX. А сколько вообще классификаций здесь в вашем магазине? Порядка четырех-пяти классификаций, то есть чокеры, дорожные, да, циклы, кроссовые, эндуро. Вот это чокеры, да, как я понимаю? Да, это ряд чокеров. Сколько скоростей разгоняет? Достаточно. Ну, в районе двухсот километров в час можно заняться. Но на этой скорости некомфортно ехать на таком разыгре. Не для этого. Мотоцикл такой для вальяжной езды. Для городской? Да, нет, в принципе, можно и за город ездить куда угодно. То есть можно будет шерст, например. То есть оснащать ветровое стекло, вешать типогабный суп. Дополнителем, да? Да, и можно ехать куда угодно. Ну, как вот на Хонде, заводская комплектация уже со стеклом и с ковками. А такие более гоночные мотоциклы есть? Несколько неправильное понятие гоночное. Есть. Ну, чтобы скорость разгонять. В том риту, в том, в самом... Дойдем, да, Даня, не хочу? Дойдем. Пойдем. Самые крутые. Харли Дэвисон. Вот Харли Дэвисон. Это Big Dog. Мелкосерийное производство в американском. То есть делают такие вот, как, эксклюзивные мелкости. Мелкими партиями. Год выпуска – 2002. Пробег. 2500 миль. Ну, она ведь не скажет, что такой старый. Ну, а что он стоит? На аукционе стоял бы и продавался. Теперь Россия с ней. Снимает Ру Харли. Истинный. Год выпуска – 2007. Год. Какой мощный. Снимает Ру Харли. Ру Харли. Ру Харли. Пойдем посмотрим китайские. Пойдем посмотрим китайские. Расскажите нам немного про Харли Дейлесен, пожалуйста. Легендарный Харли Дейлесен. Представлю на салоне модель Dyna Lowrider. То есть с Lowrider как с заниженным седлом идет модификация для людей, у которых небольшого роста. Специально делают такие низкие сиденья. Какой двигатель здесь стоит? Здесь стоит двигатель TwinCam 88. Один из самых успешных двигателей. Следующий, потом 96-й пошел и они начали обморачивать объем от года к году. Здесь какой объем? 88 кубических винчей, что на нашу метрическую систему перевода где-то в районе 1450 кубических сантиметров. Сколько Харли разгоняется? Быстро? Ну да, крутящий винчейк достаточно хороший. Позволяет ему разгоняться достаточно быстро, потому что за счет объема видится опять же. У них у всех средняя скорость 100-120 миль в час. То есть не средняя, а максимальная скорость. Представлены японские модели? Да, здесь японские двигательные. Ямаха? Это вот Сузуки, Хонда, Сузуки и вот зеленкий дальше Кавасаки. Ямаха самый последний. Кроссый модели. Чем это отличается? Ну, в основном, ну то есть как вот чоперы есть разного объема. То есть 800 кубов, литр 100. В основном это примерно одно и то же. То есть посадка, руль предполагает такой вальяжной езде. Дальше идут дорожные версии мотоциклов. То есть именно дорожные, так называемые классические мотоциклы. Вот этот? Да, вот эти два классические мотоцикла. То есть с прямой посадкой. То есть руль достаточно высоко, нежели как у спортбайков, в которых идут руль достаточно низко, чтобы максимально можно было лечь на бак для достижения максимальных страстей. Это Квасаки Калаика Е6. Дорожный туристический мотоцикл. То есть мотоцикл, на котором можно путешествовать, сесть и ехать куда-нибудь далеко. Почему вот эти трубы разные у всех? Здесь стандартная стоковая труба стоит. Здесь уже поставили прямоточный выхлоп. Ну тюнинг Кишимура, фирма называется. Сделают очень много всяких разных хороших труб на всякие разные мотоциклы. Обычно достигают, то есть ставят для того, чтобы в первую очередь другой вид, звук и соответственно чуть-чуть поднять мощность двигателя. То есть прямоточная система выхлопа, она на 2-3% все-таки поднимает мощность. По децибелам как допустимо? По городу? Ну, да. Не все трубы, конечно, так проходят, но у нас в городе мало кто меряет, поэтому все ставят и даже не заливают голову там. Полицей, наверное, все равно останавливают? Ну, эти трубы, так сказать, легальны. То есть, хотя в Европе и в Америке они пишут, что не для езды, не для президента езды. То есть, прям даже есть там шильдик такой, for race use only, то есть только для гонок. Ну, а таким образом производитель себя снимает ответственность, что мы написали, что это только для гонок, а вы уже используете «Москвой страх и риск». Это то же самое, что сейчас с фиром продают в этих магазинах. То есть, после детей нельзя ее продавать. Ну, мы вам бутылочку не будем закручивать, вы уж сами на свое усмотрели. Это вот этот вот Kawasaki, да? Kawasaki, да. Дорожный. Ну, модель дорожная, но, как сказать, оснащенная кофрами и большим стеклом, чтобы можно было как бы путешествовать с комфортом. То есть, большое стекло считается? Ну, относительно этого мотоцикла, да, наверное. Ну, то есть, это уже не родное стекло стоит. Но родное, оно чуть поменьше, немножко другой формы. 2009 год. Да, мотоциклы все с пробега у нас, но без пробега по России. То есть, все приведется с Америки. Китайский мотоцикл, да? Да. Китайский мотоцикл, да? Еще что? Рейсер. Ну, честно говоря, Рейсер вот у нас впервые появились в магазине. Ну, самый доступный по цене мотоцикла. Ну, и, в принципе, качество уже на нормальном уровне. Первый чокер, копия Ямахи. Покупает? Черная, да? Ну, да. Сама Ямаха сняла производство по мотоциклу. Ну, китайцы. А вот это что за модель? Лифано. Это что-то такое, как сказать, называется Дакота. Ну, тут смесь там нескольких мотоциклов подобная. То есть, рама, как у Сузуки, двигатель 2-образная. Сузуки, двигатель 2-образная, СВ. Потому что, здесь как бы мотор, ну, очень похож на четвертый мотор. Только чуть-чуть мощнее. А вот эта вот рама для чего у него здесь? Это как защита двигателя? Или все-таки усиление какое-то? Да. И усиление, и защита, конечно. Ну, опять же, на этой раме там мотор опирается снизу. А, держится, да? Конечно. А вот эти вот с большими колесами? Это эндуро, мотард и фан эндуро, так сказать. Тоже китайские? Да, все китайские. Набирающая популярность класса мотоциклов супер мотард. То есть, это, грубо говоря, эндуро, но для езды по дорогам. То есть, не по лесу, а именно по дорогам. А вот мотоцикл вести ход с большими колясами. С разным протектором. Игорь Михайлович. 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 Витрин с аксессуарами. Сталина, бери. В завершение можете посоветоваться для меня лично? Какой бы вы предложили? Можно взять, наверное, китайский зацикл. Для начала, по цене недорогой. В принципе, неприхотливое, недостаточно в обслуживании. На первое время можно на нем покататься, освоиться. То есть, по крайней мере, он стоит не так критично денег, как, например, те же самые поддержанные японские дозы. Он не такой мощный, опять же, как все эти японские дозы. Сразу не убьюсь. Блин, тут лучше защиту купить сразу, чтобы не убиться. А у вас продается в магазине? Да, экипировка там, в защитном отделе.